Здравствуйте! В эфире телеканала ЖТСУ «Время новостей». В студии для вас работает Тайнор Мирханова, сурдоперевод обеспечивает Айгуль Стамбекова. А сейчас коротко о самом главном. С обновками. В Белийском районе реализуется сразу 89 проектов. В их числе реконструкция существующих и строительство новых объектов. Превратились в белых журавлей. Сотни тысяч просмотров набирают ролик Акима области Аманды Кабаталова в социальных сетях, посвященной памяти ушедших в период пандемии. Срок эксплуатации истек. 6% лифта в жилом секторе требуют ремонта и замены. Еще 7 школ появятся в Алматинской области в рамках реализации программы «Дорожная карта занятости». Новые учебные заведения будут сданы в эксплуатацию в Велийском, Жамбылском, Ибикши-Казахском, Карасайском районах, а также в городе Талдыкурган. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на все объекты. Строительство планируется начать осенью. Кроме того, в 42 школах ведется капитальный ремонт. Сегодня первый заместитель Акима Алматинской области Лязат Турлашев провел совещание с регионами. Главный вопрос на повестке дня – реализация проектов по «Дорожной карте занятости». Так, по состоянию на 1 августа по данной программе трудоустроено 20 506 человек. Из них 1078 направлены на социальные работы. Однако в некоторых населенных пунктах работа ведется несоответствующим образом. В частности, отстают по срокам в Коксусском, Каратальском, Талгарском и Карасайском районах. В связи с этим Лязат Турлашев раскритиковал халатность Акимов и должностных лиц данных регионов, а также поручил проработать реализацию каждого объекта на должном уровне. С 5 августа текущего года стартовали выборы кандидатов в члены регионального совета Палаты предпринимателей Алматинской области. Избирательный метод укомплектования нового состава совета проводится по всей стране впервые. Период продвижения кандидатов продлится до 11 августа. На сегодня участвовать в голосовании изъявили желание более 80 представителей бизнес-сообщества. Как отмечают специалисты, выборность положительно отразится на работе регсовета и позволит привлечь в его состав активных успешных людей, заинтересованных в развитии бизнеса и пользующихся заслуженным авторитетом в своем городе. Напомним, благодаря деятельности данного наблюдательного органа защищены имущественные права субъектов предпринимательства Алматинской области на сумму почти в 1 миллиард тенге. У бизнеса большие проблемы. В течение полугода он толком не работал, потерял доходы, кто-то разорился. И мы приложим все усилия, чтобы он поднялся с колен. Все вот эти проблемы предпринимателей мы готовы поднимать, чтобы вернуть в русло. Сразу 89 объектов реализуются в Вилийском районе в рамках дорожной карты занятости 2020. За качествами и сроками следит местное руководство. Реконструкцию и строительство ряда из них в Боралдайском и Межреченском сельском округах проинспектировал Аким района. В поселке Боралда идет реконструкция сервисного Акимата. Открытие планируется уже в этом месяце. Трансформация привычных кабинетов в формат open space направлена на взаимодействие с населением и будет способствовать искоренению бытовой коррупции, считают представители Акимата. Вторую жизнь обретает и детский сад Адема, в котором будут воспитываться более 300 детей. Здание было построено в 1991 году и за это время впервые проходит реконструкцию. Ремонт дошкольного учреждения идет в рамках государственной программы Аолом Ельбесагом. На эти цели было выделено порядка 400 миллионов тенге. В текущем году на реализацию инфраструктурных объектов в поселке Боралдай выделено порядка 5 миллиардов тенге. Эта сумма включает в себя сразу несколько госпрограмм, работая над разными проектами. Самыми приоритетными являются строительство школы, реконструкция детского сада, благоустройство дорог. В этом году мы чиним 15 дорог в поселке. Это большая радость для местных жителей. Существенные преобразования происходят и в Междуреченском сельском округе. В июне в селе Жалхашты запустили центральное водоснабжение. Теперь походы с флягами и ведрами остались для многих сельчан в прошлом. Два резервуара вмещают 600 кубометров чистой воды. Проинспектировавший ход реализации госпрограммы Аким района Багдад-Карасаев отметил, что теперь водопровод будет в каждом селе. Вот самое главное, это был водопровод, он проект переходящий был. Вот обеспечение у него свыше 300 домов у него. Вот недавно мы сказали, 375 абонентов. Там вообще воды не было. 12,3 километра водопроводную сеть провели, воду дали. Сейчас вот остается только благоустройство самого водозабора. Опрессовка и все. Я думаю, мы завершим где-то дней через 10-15. По дорожной карте занятости в районе реализуется сразу 86 различных проектов. Особое внимание местные власти уделяют благоустройству дворовых площадок в сельских округах, а точнее их качеству. Меньше чем за сутки более 17 тысяч просмотров набрал видеоролик, размещенный на странице Акима Алматинской области Аманды Кабаталова в социальных сетях. Глава региона сопроводил душевный ролик о безвестных личностях, ушедших из жизни в результате эпидемии, словами скорби и признаниях вклада в развитие региона. Эпидемия коронавируса унесла и продолжает уносить жизни многих казахстанцев, в том числе и известных личностей Алматинской области. Вчера, 5 августа, на своей странице в Facebook Аким Алматинской области Аманды Кабаталов вспомнил своих коллег, с которыми он бок о бок работал в последние годы, и смерть которых для него стала невосполнимой утратой. В результате пандемии многие из наших близких и преданных Отечеству людей преждевременно ушли из жизни. Образ каждого из них останется в нашей памяти. Для меня особое место имел каждый из моих друзей, соратников, коллег, жизнь которых оборвалась так неожиданно. Аким области очень тепло высказался о героях видео. Это наш первый олимпийский чемпион Жаксылыка Ушкемпиров, благодаря которому 40 лет назад мир узнал и заговорил о Казахстане как о великой спортивной державе. Это Исирик Жанбис Кемпиров, который внес неоценимый вклад в развитие коммунальной сферы и сельского хозяйства области. Акмурзар Устымбеков, заслуженный деятель Республики Казахстан, автор монумента Астана Байтирек, внес большой вклад в архитектурный облик не только крупных мегаполисов, но и города Талдыкурган. Говоря о Гульжиан Сулейменовой, автор поста отметил, что за свою жизнь она успела внести большой вклад в развитие края ЖТСУ, отличалась благородным характером и неравнодушием к проблемам общества. Также первый руководитель области подчеркнул патриотизм и вклад в экономическое развитие региона Жулана Умарова, стойкость и верность к лятве Гиппократа Кайрата Абаймухамбетова. Трогательное видео нашло отклик в сердцах многих неравнодушных граждан. На данный момент страницу Акима области просмотрели более 17 тысяч пользователей и около 110 тысяч подписчиков одного только новостного портала ZTBKZ с почти полуторамиллионной аудиторией. Фолловеры на себе прочувствовали горечь скорби и тронутые содержанием видеоролика делятся им в сети. Многие из подписчиков и сами столкнулись с тяжким временем утраты дорогих им людей. Зрители, набирающие в обороты видео, почтили память ушедшим словами соболезнований и поддержки в столь нелегкое для всех нас время. Айнур Мейрханова, телеканал ЖФСО «Талдыкурган». А теперь к новостям республики. Пассажиров без масок в общественном транспорте Алматы фиксируют камеры. В мегаполисе заработал пилотный проект. Аким Алматы Бахаджан Сагентаев на своей странице в Инстаграм рассказал о пилотном проекте по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил в общественном транспорте. В частности, проект позволяет в режиме онлайн наблюдать за тем, носят ли пассажиры маски, соблюдают ли они социальную дистанцию. Видеоаналитика позволяет распознавать пассажиров без масок, а также тех, кто неправильно их носит. При выявлении нарушений диспетчер будет связываться с водителем и останавливать маршрут. До исправления ситуации отмечает Аким у себя на странице. За первые три дня с помощью умных камер в автобусах выявили нарушение социальной дистанции. 52 человека без масок, 89 на деле неправильно. Тестирование продолжается, сообщается в публикации. Казахстанец за рекордное время переплыл Исык-Куль. Пловец Виталий Худяков финишировал 5 августа в 5 часов 15 минут по маршруту из Чулпан-Аты в Каджисай, передает корреспондент Тенгрюнюс. Дистанция заплыва составила 56 километров при температуре воды 18-19 градусов. Максимальная глубина на маршруте через Исык-Куль составила 523 метра. Время заплыва 13 часов 18 минут. Это является уникальным достижением по деятельности и времени преодоления заплыва. Данное время дистанция зафиксирована представителем Федерации плавания Кыргызстана Ахметом Анарбаевым. Виталий Худяков представляет Актюбинскую область. Он является мастером спорта международного класса. Пловец четырежды побеждал на чемпионате Азии. Пробились сквозь скалу, арбузы выросли на набережной Вактау. Примечательно, что пробились ростки сквозь тротуарную плитку и спрятались под тенью деревянных скамеек. По мнению горожан, резкому росту бахчевых способствовал обильный дождь. Жаль, что в Актюбинской области не так часто идут дожди, да еще также проливные. Природа лучше знает, как ухаживать за зеленью, если в скале проросли арбузы, пишет портал. Некоторые жители предполагают, что сочная ягода выросла у моря случайно. Возможно, арбузные семечки рассыпали отдыхающие или принесло ветром. Срок эксплуатации истек. Более 10 лифтов в Алматинской области представляют потенциальную опасность жизни и здоровью. Жители домов беспокоятся за себя и за своих детей. Какие меры предпринятий, к кому обратиться в случае ЧП, выясняла наша съемочная группа. Многие жители многоэтажных домов вынуждены пользоваться лифтами с истекшим сроком эксплуатации. В старых и дребезжащих механизмах регулярно случаются поломки. Жительница Талдукурга нашел панд Леншинова, рассказывает, что живет в многоэтажном доме уже 10 лет. Примерно раз в год собственникам квартир приходится собирать средства на ремонт лифта. Тем не менее, морально устаревший, трясущийся и скрипящий лифт пугает жильцов. Конечно, наши лифты старые. Особенно поднимаясь на верхние этажи, действительно боишься. Лифт трясется, скрипит, страшно. У нас есть дети, внуки, они пользуются лифтами. Стоило бы починить или заменить лифты. Когда никуда не спешим, иногда ходим пешком. А около трех месяцев назад наш лифт не работал. Жильцы собрали по 2000 на ремонт. Около недели чинили его. Постоянно какие-то ремонтные работы ведутся. Один раз я застряла в лифте. Пробыла там минут 15, пока не пришел монтажник. В Алматинской области 105 многоэтажных жилых домов. В них установлены 215 лифтов. 9 из них не работают вовсе. 14 требуют капитального ремонта. Контроль за лифтами осуществляется жилищной инспекцией согласно закону о жилищных отношениях. Однако домовладельцы, в собственности которых находятся лифты, несут ответственность за правильное и бережное их использование. На сегодняшний день по программе Нурлажер и изменениям законов о жилищных отношениях за счет бюджета по возвратному механизму можно починить лифты. Для этого жильцы или КСК должны написать прошение. Все документы необходимо сдать в местный исполнительный орган. Жильцы несут ответственность согласно 50-й статье закона о жилищных отношениях. Они обязаны должным образом пользоваться общим имуществом. Плата за пользование лифтом согласовывается на основе договора между жильцами и ответственной компанией. Также зависит от квадратуры. В Алматинской области оплата варьируется между 8 и 15 тенге за квадратный метр. Местные исполнительные органы и жилищная инспекция своевременно проводят проверки и в случае обнаружения неполадок останавливают работы лифтов. До недавнего времени в многоэтажном секторе лифты были зарубежного производства. Теперь, согласно закону, строительные компании обязаны использовать отечественные лифты. Кнопки в современных лифтах сделаны из металла. Это позволяет избежать технических неполадок и актов вандализма. А номер технической службы всегда наклеен внутри кабины лифта. В старых же лифтах нерабочая кнопка вызова – обычное дело. А телефон ремонтной службы часто наклеен снаружи. Если вы застряли, вам лучше иметь сохраненный номер соседа или председателя КСК, или звонить 112. Рустам Аралбаев, Абу Айхутхбай, информационная служба, телеканал «Азерцу». В Карасайском районе медработница выдавала фиктивные справки с отрицательным результатом на коронавирус. По данному факту начато досудебное расследование. В ходе допроса медработница призналась, что продала около 12 поддельных документов. В среднем цена за одну – 25 тысяч тенге. Сотрудники Департамента экономических расследований провели оперативно-розыскные мероприятия. При получении денежных средств в виде вознаграждения за выдачу справки ПЦР была задержана женщина 1984 года рождения. По информации специалиста, факт изготовления поддельных документов, свидетельствующих об отрицательном результате на COVID-19, в регионе зарегистрирован впервые. Попытка сбыта более 1 кг гашиша пресечена в Алматинской области. Сотрудниками управления по противодействию наркобизнесу Департамента полиции была получена оперативная информация о вывозе запрещенного вещества. Неизвестно, на своей автомашине марки «Хюндай» перевозили крупную партию наркотиков с целью дальнейшей реализации. Операцию по поимке двух наркокурьеров провели в одном из дачных комплексов Капшигаев. При личном досмотре у молодых людей оперативниками обнаружен полиэтиленовый пакет с наркотиками. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, общий вес изятого зелья составил 1,10 кг. Факт незаконного сбыта наркотических средств зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 296, ч. 4 Уголовного кодекса РК. В городе Исык на одной из автозаправок произошла авария, сообщает пресс-служба ДЧС. В 10 часов 15 минут на автозаправке принадлежащей компании «Али Мойл» автомобиль марки «Тойота Ланг Крузер» наехал на газовую емкость, в результате чего-то взорвалась. Это привело к воспламенению двух авто – самой «Тойоты» и стоявшего неподалеку «Хюндай», а также сухой травой общей площади 700 квадратных метров. В результате инцидента пострадали два человека – оператор заправки 1990 года рождения, получивший ушиб грудной клетки, и водитель «Тойоты» – мужчина 1948 года рождения, получивший ожоги первой степени 90% тела. После оказания первой помощи врачами работник станции был отпущен к себе домой. Водитель же внедорожника в тяжелом состоянии доставлен в ближайшую больницу. За его состоянием наблюдают медики. В данный момент обстановка стабильная. Силами из представителей в ЧС Алматинской области пожар был ликвидирован в 10 часов 52 минуты. С начала года более 4 тонн наркотических средств из незаконного оборота изъяли полицейские Алматинской области, сообщает департамент полиции региона. На сегодняшний день выявлено 18 уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом синтетических видов наркотиков, из которых 12 наркопроступков, 2 факта хранения наркотических средств в особо крупном размере, 4 факта сбыта. Наркоборцы отмечают тенденцию перехода к синтетическим видам наркотиков, которые распространяются посредством интернет-ресурсов и мессенджеров. Эта форма одна из опасных, считают полицейские. В связи с этим департамент полиции усиливает меры по борьбе с синтетическими психотропными веществами. Отмечается принят ряд организационных и практических мер на противодействие наркоситуации и ее стабилизации в Алматинской области. Это новый вид наркотических средств. В прошлом году был принят закон. Туда включены несколько видов синтетических наркотических средств, по которым на сегодняшний день они включены в список. В основном продажа наркотических средств у нас проходит по интернет-ресурсам, то есть создаются какие-то сайты. Через сайты идет продажа данных наркотических средств. То есть получается, что бесконтактный сбыт наркотических средств. Это создает, конечно, определенные проблемы нам в рамках оперативно-ресурсных мероприятий. В связи с этим мы создали группы, которые на сегодняшний день работают именно по синтетическим наркотикам. Продлить пособия по безработице требуют протестующие Нью-Йорка. По словам демонстрантов, 600 долларов, выделяемых правительством, в неделю не хватает на жизнь. Следует отметить, из-за пандемии коронавируса порядка 30 миллионов американцев лишили своих рабочих мест. Весной Белый дом выделил 3 триллиона долларов на поддержку населения и бизнеса, но срок выдачи пособий истек в конце июля. Между тем, Министерство торговли США сообщило о сокращении ВВП страны во втором квартале почти на 33%, что является историческим рекордом с 1958 года. Группа из 47 немецких спасателей направилась в Ливанскую столицу для оказания помощи местным властям в поиске людей. К этому времени число жертв взрыва в Бейруте уже достигло 135. Без крыши над головой остались 300 тысяч человек. Ранее правительство ФРГ уже заявляло о намерениях об оказании всесторонней помощи ливанскому народу. Кроме того, в специально созданном кризисном штабе при Министерстве иностранных дел Германии осуществляется помощь немцам, проживающим в Ливане. Здесь же рассматриваются заявки ливанского правительства на оказание помощи. Следует отметить, среди других стран, протянувших руку помощи Бейруту в трудный момент, стали Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Чехия, Великобритания и Россия. Сегодня весь мир отмечает День борьбы против ядерного оружия. Ровно 75 лет назад японский город Хиросима подвергся атомной бомбардировке американской авиации. Тогда жертвами страшной трагедии стали около 300 тысяч человек. Еще около 200 тысяч подверглись радиоактивному облучению. Год от года на протяжении многих лет количество жертв, подвергшихся радиоактивному облучению, продолжало расти. Медики уверяют, что даже в настоящее время последствия атомных взрывов тех лет продолжают сказываться на здоровье людей. С того времени никто не мог быть застрахован от разрушительной силы нового оружия и его страшных последствий. Такими увидели объективы наших камер новости сегодня. Я с вами прощаюсь. Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин